Всем привет! Сегодня 28 февраля 2017 года и мы уже снова снимаем ролик про монтаж винтовых свай. Но сегодня будет не совсем стандартный ролик. Сегодня я не буду вам рассказывать, как происходит сам монтаж винтовых свай. Хотя некоторые картинки я и покажу. Сегодня хотелось бы поговорить об очень щепетильной такой теме, а именно сколько можно заработать на данном виде бизнеса и вообще рентабельно на данное направление как бизнес. Наверняка у многих, кто хотел заниматься данным бизнесом, возникали кучи вопросов, как это сделать, сколько надо денег и так далее. Сложно это, не сложно. Сегодня постараюсь ответить на самые распространенные ответы, которые возможно появятся у вас, если вы надумаете заниматься данным бизнесом. Начнем с самого начала. Сезонность в данном бизнесе существует или нет? На самом деле сезонность существует и она идет, по крайней мере, здесь все зависит от региона. У нас она начинается, это декабрь, январь и середина февраля. Это самые три месяца, два с половиной получается месяца. Это месяцы межсезонья. То есть в эти заказы у нас снега здесь практически по пояс. Да и сейчас, если вы можете посмотреть, снега тоже у нас еще здесь очень много. Вот. Что делать в межсезонье, когда нет заказов на сам монтаж? Отвечаем. Делать запасы по производству, то есть складировать сами сваи на будущий сезон. С апреля месяца по конец ноября начинается самый жаркий сезон на монтаж и продажу винтовых свай. Сейчас люди уже начинают брать сами сваи и складировать, либо они начинают делать уже монтаж самостоятельно. Вход в данный бизнес, он на самом деле не такой, не такая внушительная сумма нужна. Здесь потребуется менее 500 тысяч рублей. Это при условии, что здесь пойдет оборудование, материалы, производственное помещение, офисное помещение. Ну, в районе 500 тысяч рублей это потребуется. Дальше хотелось бы рассказать про маржинальность данного бизнеса. Маржинальность в данном бизнесе составляет примерно 40%. То есть, если вы выполняете заказ, монтаж фундамента, допустим, на 50 тысяч рублей, то 20 тысяч рублей это получается ваша чистая маржинальность, которую вы сможете на себя доставать. Но здесь также все будет зависеть от региона, по каким ценам работать будете вы и по каким ценам работают ваши конкуренты. Здесь надо будет на это равняться. Также все очень зависит еще от плотности населения. То есть, существует спрос на данный вид услуг или не существует. Сказать еще пару слов про рекламу, а именно про рекламный бюджет, сколько данная организация тратит на контекстную рекламу по привлечению новых клиентов. Вы будете сейчас немножко удивлены, но расход в день, в сутки точнее, составляет 400 рублей всего лишь. То есть, 350-400 рублей. И то это идет не чисто на монтаж свай, продажи свай, не по ключевым этим запросам. У них там дополнительные тематики это строительство каркасных домов, отделочной работы и, в принципе, целый комплекс дополнительных услуг. То есть, по сути, для строительной организации это полностью маркетинг без бюджета. За прошедшие три недели ребята говорят, что у них купили где-то порядка 80 свай. И получается, что люди подготавливаются к весне и уже планируют. Но сейчас, естественно, они просто звонят и спрашивают, изменится ли цена весной и когда начнется сезон. Все зависит напрямую от поставщиков материала, а именно этих железных труб, с которыми мы сотрудничаем. Отличная новость для всех тех, кто планировал начать заниматься данным направлением бизнеса и не знал, с чего начать. Мы совместно с организацией Кировстрой разработали строительную франшизу по продаже, производству и монтажу винтовых свай. И, в принципе, готовы к сотрудничеству и будем рады видеть вас в наших партнерах. Мы предлагаем пятидневное обучение на нашем предприятии. Также вы получите полностью все оборудование под ключ, которое необходимо для производства винтовых свай. Также мы научимся у вас, обеспечим клиентами и так далее и тому подобное. За более подробной информацией пишите ко мне в личку ссылку на меня, я оставлю в описании под данным роликом. Пишите в контакт, либо на мою почту, которую я тоже прикреплю в комментарии под данным роликом. Я пошлю вам ссылку на сайт, мы сейчас делаем сайт по франшизе по данной. Он еще немножко сыроват, но, в принципе, уже более-менее становится понятно, о чем идет речь. Для кого данная франшиза подходит в первую очередь? Наша область граничит с девятью другими областями. Список, вы сейчас видите у себя их на экране. Мы, в первую очередь, хотели бы обратиться именно к вам. Почему? Потому что вам проще всего приехать к нам на обучение, посмотреть, как здесь все это происходит, съездить на объект и так далее. И тогда вы точно уже сможете сказать, интересен вам данный бизнес или не интересен. Ну и, естественно, если вы с Москвой и Санкт-Петербургой, и вы тоже хотели это замутить, мы тоже просим вас в гости, приезжайте, смотрите, мы открыты для диалога и будем рады видеть вас в качестве наших партнеров. Еще хотелось бы пару слов сказать про саму франшизу. Никаких ройалти дополнительных, то есть ежемесячных, ежегодных у нас нет и не будет. Ну и самое главное, если не будет клиентов, мы вернем вам все деньги. В любом случае, прежде чем что-то оплачивать, вы ездите с нами на монтаж, смотрите, как это все происходит, и сами оцените ситуацию. Работать с нами или не работать, решать тоже будете самостоятельно. Мы ни на чем не настаиваем, не заставляем. У нас нет никаких жестких обязательств. Ну и еще хотелось бы вам рассказать, все-таки ответить на самый главный вопрос, как вы видели из заголовка данного ролика. Сколько же все-таки можно заработать на данном направлении бизнеса, если у вас бизнеса, если у вас свое производство, продажи и монтаж этих самых свай. Если усреднять, то стартовая цифра – это от 120 тысяч рублей в месяц. Это чистая маржинальность, которая остается на кармане у владельца данной организации. Но могу сказать, вы, если заметили, то я вам до этого говорил, что у них бюджета практически на рекламу нет. То есть, если увеличить бюджет, допустим, не с 400 рублей в сутки, а с 4000, то, естественно, будет поток клиентов в разы выше. Основное направление у данной организации – это каркасное домостроение, а именно строение домов из эластыка. Я думаю, в дальнейшем я тоже обязательно сниму про это пару роликов. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Это очень интересная технология. Там заместо обычного деревянного каркаса будет уже дом из эластыка. Эластыка – это легкая остальная тонкостенная конструкция. То есть, весь каркас будет металлический. Такой железный дом. Я отвечаю за клиентов, за маркетинг и за саму структуру продаж. То есть, все переговоры с вами буду начинать вести я, потом далее будет мастер по производству, ну и сам генеральный данной организации тоже с вами побеседует. Любые свои вопросы можете направлять на почту, либо в описании под данным роликом будет ссылка на меня в контакт. Пишите, добавляйтесь в друзья, я всем буду рад.